Сердце – один из самых популярных узоров Гродненской вербы. К тому же он совпадает с мироощущением мастерицы Доминики Ковалёвой. Вместе с тремя своими сёстрами женщина хранит традиции Гродненской вербы. Плести их она научилась ещё в детстве. Тогда, вспоминает, всё делалось в тайне, а украшения придумывали из подручных материалов. Времена были бедные, и тогда вербочки завязывали ниточкой. Ну, потом даже, помните, даже бумажными конфетбумажками украшали. Украшали синтетическими цветами и зеленью. Гродненская верба, в отличие от популярной виленской, плоская и напоминает птичье перо. Узоры разные, всё зависит от фантазии мастерицы. Сама Доминика Доминиковна любит природные расцветки, но, говорит, после китайских товаров людям хочется ярких цветов. Но главное в пасхальном атрибуте всё-таки не украшение, а её основа. Наша гродненская вербочка должна обязательно держать, иметь вербу. Это растение первое, которое у нас распускается в Белоруссии. Если Иисус Христос шёл в Иерусалим, и ему люди выстилали дорогу пальмами, ветками или ветками оливкового дерева, то у нас эти растения не растут, а поэтому мы используем вербу. На изготовление одной вербы у мастерицы уходит до двух часов, а вот на то, чтобы подготовить материал – целый год. К тому же каждую травинку нужно собрать и высушить вовремя, иначе красоты не получится. Мастерица собирает растения у себя на даче и в лесу. У нас всё, что растёт в нашей природе, мы всё стараемся использовать. И травы, и злаки, и тимофеевку, и овёс, пшеница, жито, третикалия, потом все сухоцветы, потом вот такой вот колючник. Своё мастерство Доминика Ковалёва передаёт на мастер-классах. И желающих продолжить традицию с каждым годом становится всё больше. Но умелиться уверенно – неважно, какую вербу нести в храм. Главное – со светлыми мыслями и искренней молитвой. Юлия Косила, Сергей Печерица. Новости Гродно+.